КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ Опасный аттракцион Поток утекает, какие аварийные дома планируют снести Землю получили, а что с ней делать, не знают Почему многодетные семьи не торопятся обживать выделенные земельные участки Опасный аттракцион, именно так говорят Барнаулицы о снежной горке, которая упирается в электрические провода Склонно гребли на одной из заживленных улиц города Инициативные граждане тут же сообщили об этом в глобальной сети Новость по итогу стала одной из самых обсуждаемых Вот та самая горка, а последавно не видно, что она стала центром притяжения для местной детворы Как видно на месте и провода Расположен холм неподалеку от Докучаевского рынка Судя по всему снег сюда сгребли с соседних дворов Как пишут комментаторы в интернете, несколько раз большегрузы цепляли эти провода при разгрузке товара в соседние павильоны Именно поэтому они провисли А дети действительно любят здесь провести свободное время Негативное, естественно негативное, потому что дети здесь лазят, горки нет Поэтому, конечно, только негативный отзыв об этом Вот что на этот счет говорит юрист, наш эксперт Дмитрий Лебедь В соответствии с действующим постановлением госстроя Предусматривается возможность накопления снега в местах, не занятых ничем иным То есть там, где нет дорог или других объектов перед детской площадки В данной ситуации все-таки родителям необходимо поговорить с детьми И не допускать их до данной все-таки горки Потому что это не место для игры Для этого есть детские площадки История длиной в десятилетия Это о сносе расселения, переселения аварийных домов Вот и в этот раз появилась информация, что таким зданием в очередной раз не место на карте Барнаула Вот даже адрес указов В центре внимания район Поток и улица Советской Армии Смотрим адреса На их месте в планах строительство пяти уже современных жилых комплексов Этажность от 16 до 18 Идем дальше Вот вторая партия, это всем известный Поток Здесь уже выделили семь площадок под будущую возможную застройку Главное в этой истории, знаете что? Что сроки сноса аварийных домов пока не называются Дают, бери Речь идет о земельных участках, которые выдавали вбийским многодетным семьям Так вот эти самые семьи не торопятся обживать Эти самые земельные участки Подробности у наших бийских коллег В собственность многодетным семьям земля предоставляется однократно Денежных компенсаций, равно как и замены земельного надела на квартиру, не предусмотрено И это не федеральная программа, как многие думают, а краевая Точнее, это закон Алтайского края о бесплатном предоставлении земельных участков Земельная история Светланы и ее троих детей типична При этом более сложные семейные обстоятельства, чем у других Детей Светлана воспитывает одна, и за маму, и за папу Так что даже если бы очень хотелось построить родовое гнездо, ей вряд ли бы удалось Попытки продать участок или обменять его на квартиру провалились Земля на участках, которые под реализацию регионального закона выделил муниципалитет На рынке не пользуются спросом, и это в городской-то черте Риэлтора спросила, да, и говорит, ну, не знаю, говорит, что вы будете делать с этой землей Естественно, там, по-моему, не коммуникация Я, правда, там не была, но как бы слышала, что там не чистое поле, так скажем И особо там каких-то коммуникаций, там ничего нету То есть даже если думать, там дачу даже построить Сегодня в Бийске многодетным семьям земля уже выделена на двух участок Это поселок Солнечный, восьмой километр Чуйского тракта И район поселка Нефтебазы Оба можно смело назвать дальними городскими окраинами Подробный репортаж на эту тему смотрите вот по этой ссылке Обязательно посмотрите На этом у нас все Напоминаю, телефон редакции Барновли прежней 722-301 Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон Факт бездействия коммунальных служб Или у вас есть история для новой серии нашей программы До новых встреч ровно через неделю Не пропустите Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова